Ну что, конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который якобы удалось остановить при участии Балалайни, похоже переходит совершенно в другую плоскость. Россия, которая, судя по всему, надолго, как минимум, до своего развала оккупировала Северный Карабах, начинает науськивать своего вассала Армению, покусывать одну из сторон конфликта. Вслед за тем, как сама Эрефия запретила ввоз к себе азербайджанской продукции, она, судя по всему, подначила слабовольную Армению сделать то же самое в отношении Турции. Как стало известно, в Армении 31 декабря вступил в силу временный запрет на ввоз турецких товаров, введенный правительством в связи с участием Турции на стороне Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. В сообщении пресс-службы правительства Армении отмечается «Решение было принято, учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против республики Арцах». Армянское название Карабаха. Предполагается, что запрет на турецкие товары будет способствовать прекращению финансирования Турции из армянских источников и предотвращению проникновения возможных опасностей в Армению через импорт товаров из враждебной страны. Как знакомо, да? Почти калька с подобных запретов со стороны Балалайни в отношении Украины, Грузии, Азербайджана, Молдовы. Ничего нового. Со своей стороны скажем, что данная ситуация нам напомнила известную книгу джунглей Киплинга. Проводя с ней параллели, можно сказать, что Эрофия – это такой себе тигр-шерхан, только старый пляшивый облезлый, а Армения – его верный спутник Шакал Табаки. Кто читал, тот поймет. Только вот Табаки до сих пор не понимает, что его верность Шерхану вызывает только насмешку, поскольку все ополчились против его хозяина, которому осталось ой как немного. Кстати, пока не ясно, как на этот запрет отреагирует Турция, которая, напомним, довольно миролюбиво отнеслась к Армении, предложив на равных сотрудничество в рамках группы урегулирования конфликта в Карабахе. Армения, видимо, не приняла это к сведению, а может ей просто запретила это делать Россия, отдав совершенно другой приказ – лаять на Турцию запретом импорта. Но что-то нам подсказывает, что больше всех от сложившейся ситуации потеряет как раз Армения, а суверенитет которой уже вытирает ноги российская военщина. Резюмируя, скажем, началось. Там, где появляется Россия, подобные траблы неизбежны, доказано десятки раз. Очень важно, что скоро мы услышим о проблемах передвижения в Карабахе различных грузов, стычками с перестрелками, ростом напряженности между миротворцами всех сторон. Вполне очевидно, что у Армении будет и дальше развиваться стокгольмский синдром, взятого в плен заложника, и она еще больше будет защищать Эрефию и атаковать ее оппонентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова